Как рассказывала Вероника Викторовна, пациенты с диагнозом рак молочной железы живут теперь долго, находятся долго на длительной терапии. Конечно, с каждым годом эффективность лечения повышается, все больше и больше внимания уделяется качеству жизни пациентов на фоне лечения и после него. И свой доклад я начну с данных, которые были получены в рамках наукометрического анализа, проведенного нашим коллегой, сотрудником нашего центра Каспаровым Борисом Сергеевичем. В рамках его докторской диссертации он провел анализ публикационной активности, где оценивались физические факторы, применяемые в лечении и реабилитации вообще онкологических больных. И обратите внимание, как рост растет и сейчас растет, и как он начал расти с 2010 года, рост активности публикации на тему применения физических факторов реабилитации в онкологии вообще. Это говорит о том, что реабилитация в онкологии неизбежно вынуждена и должна развиваться совместно с подбором новых схем и комбинаций лечения онкологического процесса. Так как рак малышной железы на сегодняшний день является одним из самых изученных онкологических процессов, подход в лечении максимально персонализированный для этих пациенток. Мы имеем много таргетных точек приложения, о которых сегодня неоднократно Вероника Викторовна говорила. И вот второй слайд тоже из его работы. На основе этого наукометрического анализа были созданы клинические рекомендации. Эти клинические рекомендации являются написаны для врачей, но я решил их представить для того, чтобы еще раз доказать и показать, нашим пациентам, что этим вопросом мы и медицинское сообщество, и онкологическое сообщество, и сообщество реабилитологов постоянно работают над тем, чтобы выбрать максимально эффективные, безопасные методы, физические методы в реабилитации. Итак, основные осложнения, которые мы имеем после комплексного лечения рака молочной железы, это нарушение объема движений в плечевом суставе на стороне операции, болевой синдром. Обычно мы имеем эту ситуацию после хирургического лечения, когда пациент находится на одевантной профилактической химиотерапии, если у него есть какие-то проблемы в раннем послеоперационном периоде, он не занимается лечебной физкультурой, он не нагружает руку на стороне операции. В какой-то момент, обычно через 2-3 месяца, когда он подходит к очередному этапу своего лечения, такому как лучевая терапия, мы имеем нарушение объема движений, боль и так далее. Второе достаточно частое осложнение – это отек в акселярной области, отек молочной железы, конечности. Третье осложнение – это лимфодема. Про лимфодемы в этой студии мы в этом месяце уже говорили. Сотрудники нашего отделения довольно чётко и понятным языком рассказали, что это за хроническое заболевание, почему оно возникает и как с ним бороться. После чего дерматит, после чего фиброз ткани и полинеэропатия. Итак, нарушение объема движений в плечевом суставе и болевой синдром. Обычно это два связанных между собой процесса из физических методов, которые применяются в реабилитации. Это лечебная физкультура с элементами биомеханики, магнитотерапия. Отёк и лимфодема. Лимфодема, мы ещё раз повторюсь, мы уже не раз про неё рассказывали. Основной консервативный метод лечения лимфодемы – это ручной лимфодренажный массаж, бандажирование, лечебная физкультура и последующий подбор компрессионного трикотажа плоской вязки. Также относится к физическим факторам реабилитации и обладает достаточным уровнем доказательности, если опираться на наукометрический анализ. После чего фиброз ткани и полинеэропатия. Основным методом лечения является, конечно же, профилактика. Если мы говорим о полинеэропатии, то это довольно частое осложнение, которое возникает на фоне проведения химиотерапии. Основным её методом лечения является профилактика. То есть пациент, если замечает… Обычно полинеэропатия проявляется постепенно. Возникает она, когда пациент выходит на улицу и не может застегнуть пуговицу, или берёт что-то из холодильника и чувствует онемение в пальцах рук. Самым логичным и продуктивным методом будет сказать об этом своему лечащему врачу, который оценит риски, если это адювантное лечение, то есть профилактическое. То есть он проводит химиотерапию с целью снижения вероятности рецидива заболевания. То есть профилактическое лечение подразумевает более внимательное отношение к возникновению осложнений и последствиям этого профилактического лечения, потому что, повторюсь опять, формально опухолевого субстрата в организме как такового нет. Мы не знаем, остались там микроклетки, на которые воздействует химиотерапия, или какой-то другой препарат, который применяется в профилактическом режиме, или нет. То есть мы в любой опухолевый очаг, это скопление тысячи клеток, которые мы видим. Одну-две клетки мы никогда не увидим, поэтому если мы проводим химиотерапию в адювантном режиме, самым лучшим будет эта редукция дозы. Ну, конечно же, это решает лечащий врач. Кроме того, лечебная физкультура и магнитотерапия, также уже есть исследования, которые показывают, что если пациент на фоне проводимого лечения, то есть лучевой терапии или химиотерапии, занимается физической активностью, занимается лечебной физкультурой, то глубина осложнений снижается в разы. То есть тоже является некоторой профилактикой возникновения полинееропатии. После лучевой фиброз тканей возникает после лучевой терапии, носит достаточно стойкий характер, поэтому, опять же, профилактизируется обычно определением и формированием дозы облучения. Однако, если уже мы столкнулись с этой проблемой, мы можем применять лечебную физкультуру и магнитотерапию. Спасибо за внимание.